Всем доброе утро! Сегодня мы с вами приготовим просто мега-мега крутую кашу рисовую с тыквой с цедрой, с имбирем и с корейцей. Но она будет еще и молочная, к тому же. В общем, готовлю уже не в первый раз. Сейчас утро, и я быстренько-быстренько в мультиварку все это дело закинула, и мы будем лакомиться. Каша, правда, очень-очень ароматная, пряная, и она мне очень нравится. Она обалденная. Приступим. Сначала мы помоем рис, закинем в мультиварку. Для каши лучше использовать круглозерновой рис, не пропаренный, чтобы каша получилась как каша. Так, и еще сейчас мы добавим сюда воды и молока один к одному, потому что когда в мультиварке варишь молочную кашу, по крайней мере в моей, если залить жирное молоко, то она будет брызгать, вулканировать и извергаться молоком, и делает всю кухню мне, поэтому я разбавляю молоком. Ну и еще иногда ставлю насадку для пара, такую белую, тогда молоко не выходит за берега. Я натерла тыкву на терке, на крупной, вы можете порезать мелкими кубиками, в общем-то можете крупными, как вам больше нравится. Я хочу, чтобы каша была более-менее однородной, поэтому на крупной терке и в кашу. Дальше самое интересное, мы будем добавлять то, что делает эту кашу по-настоящему особенной зимней, ароматной и необыкновенно вкусной. Сейчас натрем цедру апельсина, я наверное где-то половину цедры апельсина натру, имейте ввиду, что цедра это только вот этот желтый слой, белая уже натирать не надо, чуть-чуть, надо раз, два, три, ширкануть об терку и уже переворачивать на другое место. И имбиря примерно, вот такую долечку чуть-чуть, тоненькую, почищу, натру, тоже на мелкой терке. И корица, вот такую долечку имбиря я добавляю, потому что не хочу переборщить, а имбирь может дать такую неслабую остроту блюду, поэтому чуть-чуть для аромата. Ставили цедру имбиря и теперь осталась корица, примерно 1,3 чайной ложки, наверное, ее на глаз, девочки, хотя на глаз и больно, ну что делать такой я повар, хватит, 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 думаю. И не забываем щепоточку соли, чуть-чуть. А, сахара, сахара, нужно сахара. Я добавляю примерно 2 вот такие большие столовые ложки сахара, можно больше, можно меньше, я, так скажем, не хочу делать эту кашу навязчивой, она будет слегка сладенькая, с тыквой, я уже предвкушаю. Добавлю еще немного воды, потому что по мне так мало жидкости. Примерно, вот еще, еще стаканчик добавила, все перемешаю и полстакана. Все перемешиваю. Все, путь, добрый путь кашка. Вот она моя утренняя радость, ароматная, вкусная, теплая, пряная кашка. Всем доброго утра, приятного аппетита, хорошего дня, отличного настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok